ну судя по этому можете уже понять 2 литра я положил вчера притарабанил с москвы наш великий 84 блок два с половиной ценник у него 12 рублей там были конечно да и другие варианты но это намного интереснее история очень интересная соскаться и расскажу потому что ну записывать было некогда пробки московские это ужас и вообще туда больше есть не хочу но суть в чем чтобы мне поехать москву мне нужно было сделать вам тот автомобиль это audi audi лег мотор то есть я на бмв на прогоревших клапанах на четырех цилиндрах съездил за вот этим мотором это ее родной поменял его запустил audi на audi потом приехал и забрал вчера ночью вот этот мотор что по мотору могу сказать очень хорошее достойное состояние особенно за свои деньги не знаю как сейчас включить она а вот фонарик и показать уже наглядно что творится цилиндров цилиндрах зеркало и присутствует холм это просто чудо да конечно здесь от поутекала масло пока он лежал на бочине вот но в общей сумме поршневая в очень хорошем состоянии кажется конечно да что типа есть болтанка но нет они все стоят плотненько выработки здесь нигде нету прям даже рубца поддон не вскрывался сейчас я заказал на 3900 это у нас санник задней крышка передние все прокладки гбц будет с прокладкой 205 железо заодно поставлю новую поддона вскрою поддоновую на поршняк проточу их под лужу то есть только коснемся до этого места и расточим штатные различие есть предлагали мне два мотора других от ваносников то есть в чем отличие глядите у ваноса вот этой кромки нет на поршне лужи своей вот этой вот она идет ее нету у без ваносника она есть поршень здесь намного крепче и для надува самое то вот так смотрите продолжение начнем собирать нормальный турбомотор так продолжаем вынул шутны пронумеровал по хону у нас все отлично какой цех он присутствует на всех цилиндрах просто пыль обдувал с этим делом заканчиваем немного обработал эту сторону начал заниматься с этой первым делом готовил слив облудил это у нас сталь это у нас чугун все отлично ставится ремонстрация сломал блок у нас подготовки снял шатуны все в порядке вкладыши отличные хон присутствует на всех цилиндрах все с ними отлично сейчас сразу же пока все на месте горячий еще прорезал десятку диаметр отверстия залудил трубку сразу специально на первом блоке я ошибся на втором уже хочу этого избежать ставим масло приемник примерно по уровню с полом то есть грубо говоря но еще чуть-чуть довернуть и трубка у нас как раз уходит под наклоном то есть не под прямым углом как у меня было на том моторе а уже под наклоном то есть масло слив готов эту сторону я обработал осталось закончить с этой вот сейчас подготовил поршня поддон масло насос меняем они из 36 о чем я говорил было клеймо вот в этом месте нет так что сейчас подготовил поршня будем делать проточку под турбо менять степень сжатия прокладка будет 205 виктор рейнс 200 стоит по поводу проточки сейчас уточним но в принципе получается факт вот так то есть мотор подготавливаю по съемкам попова переворот на телефон немного иногда забываясь но все же стараюсь снимать правильно так что скоро будем выезжать постараюсь прям в самые крайние сроки как бы на данный момент у нас 1 ноября погреться начинаем собирать турбомотор уже более правильно более подготовлен где-то вычитал кстати что под надув в 0 5 степень сжатия десятка отлично то есть вариант того что у меня просто выдал прокладку в надув более степень сжатия 9 и 39 это у нас где-то 0709 свыше это килограмм делаем степень сжатия 83 85 не знаю правда не правда интересно было бы посмотреть в комментариях то есть то что посоветует мы продолжаем всем привет с вами как всегда матакаши либо максим либо бешеный кому как удобней но смысл заключается в том я положил турбомотор мы сейчас едем на пяти цилиндрах кому не слышно я думаю все будут слышать вот этот пердень и пуканье но я положил то две свечи второй и пятый цилиндр там просто центра просто осыпались короче фотки я приложу на бж либо в инсте подписывайтесь ссылки оставлю так вот идем дальше гонялся очень жестко гонялся по трассе спидометр я положил после наверно пяти минут джогова то есть у меня в районе 7000 были обороты и спидометр просто и сосил куда-то далеко вот обороты начали падать скорость начала падать остановился троение на работу потом приехал оказалось у меня осыпались две свечи второго и пятого цилиндра тупо поменял свечи и получилось так что второй проснулся 5 нет в пятом замерили компрессию компрессия 0 мотор я сейчас пока еще не разбирал но я на нем езжу не могу не ездить но только что в данный момент я уже отвез поршня от м50 б25 на проточку под степень сжатия дедушка у нас занимается сказал два дня если не горит вот позавчера я занимался такими делами что у меня легла лег мотор на audi 80 и я сначала на бмв на этой же съездил за мотором на audi 80 купил приехал поставил запустил все отлично и сразу же стартанул утром в москву за шорт-блоком м50 б25 собираем уже два с половиной литра вот дальше будут видосы уже по мере того как я что делал просто это будет как пред пред начало всего что произошло сейчас у нас 1 ноября как говорится это конечно уже неделю назад грубо говоря произошло машина постоянно сейчас ездить даже на пятицилиндрах грубо говоря сейчас чуть-чуть лежаки проеду продемонстрирую то есть но в принципе найти но 12 всегда подводят то есть грубо говоря 2 2000 оборотов надув пошел и там у нас стоят товарищи гаишники которые я думаю сейчас меня сразу выцепит и выловит ладно на этом закончим сейчас я съебусь сначала от них не но это биздец они короче пролетели я спрятался в дворе жопой они пролетели напрямки хуй его знает каким двором здесь пытаюсь вырвать от этой хуйни короче фишка в том что они немного неправильно делают а потому что блять я бы на их месте встал на выезде со всех центральных улиц он у нас один и сейчас мы попробуем они уехали в другую сторону если они не вызвали второй картрид я потом расскажу почему они пытаются меня поймать где-то я здесь где-то я здесь сейчас выползу так и турбина дует ей насрать вообще да где-то здесь я вылез или где-то здесь я заползу так короче пока у нас тут это погоня остановилась подозреваемый скрылся ловит они они у нас не любят тюнинг не любят вот таких автомобилей тем более мой слишком ярко выраженный и как бы неприятно им я не знаю почему завидно не завидно какой-то может быть бывшие там умозаключение хрен его знает вообще почему вот но факт остается фактом ловит и как бы но все знают что это прямой путь на штрафстоянку по крайней мере моему автомобилю так точно вот сейчас мы делаем крюк то есть у нас улицы сходятся все в одну улицу которая идет в центр города я выехал с этой получается мы сейчас пролетим между гаи и кстати что-то там блять летит за мной уже ебать блять 17 этапки рам по такой дороге это пиздец блять слишком быстро за мной сзади едет сама фишка что мы сейчас пролетим нас местных гаи это вообще просто жопа блять итак мы катаемся где-то в районе онихина вот местный гаи здравствуйте как говорится поздороваемся у них тут новый асфальт все они себе положили прям так ну в принципе в принципе если мы сейчас только пролетим главную дорогу хотя бы потому что это было очень нагло они видели что я вышел на пост влетаю чуть ли не в них и резко блять ухожу они помчались я думаю они поняли что это я потому что у меня еще одна фара вырубилась я теперь езжу 1 глаза уже в течение наверное полумесяца потому что все никак не придут мои лампочки фишка в чем вот он пошел поиск так извиняюсь немного сплошную помну если сейчас здесь на этой прямой не будет никого то в итоге мы ушли и я пока никого не вижу все не вижу смысла записывать дальше все хорошо я сейчас доберусь до дома в принципе дальше улицы еще интереснее так что поймать уже не будет смысла вот все до связи всем привет я немного в шоке на скорость дедушки токаря еду сейчас работы вторая смена моя закончилась завтра два выходных пока отдыхаю доезжают запчасти прокладки под голову должна прийти как раз таки и остатки вот а сейчас мы едем обратно к дедушке сегодня уже 2 ноября поршня готовы видюшку уже сделаю когда уже доеду надеюсь сегодня гаишников не будет короче работа его стоит как он выразился блин я подумал тысячи рублей он сказал один сот 111 1 1 1 сотка по моему я еще подумал ну то есть 1000 рублей то есть дедушка старенький может он так выражается вот он говорит да нет 600 рублей то есть один поршень 100 рублей ягу ну ладно хорошо вот вот его дом здесь находится смысл сейчас в чем я оставил поршня потому что он как сказать он понял что что я от него требую ну не требую требую я не знаю как выразиться но смысл он короче понял он по аккуратности просто немного не довел там буквально миллиметра три до края бурта где начиналась штатная выборка вот и я попросил его довести именно прямо до нее то есть он конечно сказал что типа под 95 типа нормально будет и так то есть ну хватит вот я конечно удивился не стал переспрашивать то есть что он знает по поводу постройки турбомоторов но попросил немного сделать ее вот довести все-таки до конца он сказал завтра скинет вызов так что перекидывается у нас все на 3 ноября в принципе завтра должна прийти еще одна партия прокладок так что но потихоньку соберем я надеюсь мы успеем до снега все-таки все это дело закончить вот а так в принципе как говорится едем дальше смотрите чем эта вся история вы закончится что же продолжаем пришли основу прокладок на блок сейчас промерил поршня 487 грамм средние плюс минус грамм на поршнях сейчас подточу беру лишние но этот грамм чтобы он здесь не плавал чтобы все они были ровно 487 грамм заменим заднюю крышку сальник переднюю крышку на нее прокладки машина у меня уже стоит сегодня начну вскрывать мотор смотреть чего у меня натворил турбина ну и в последующем собирать этот блок сразу на свою то есть собираю низ вот она красавица собираю низ закидываю в машину и до собираю потому что работа не могу очень сильно отвлекаться сказать все постепенно то есть вне так скажем рабочее время пока нету машин собираю как будут машины перехожу на машины это у нас запчасти от этого блока не знаю ставить их не ставить помпа вроде бы меня на и новая посмотрим поэтому по этому поводу посмотрим натяжительным все в порядке маслоприемник трогать не буду сейчас только попробую погрузить его в масло крутануть и посмотреть качает ли он чтобы потом не было таких нюансов чтобы пришлось лезть туда вот натяжители тоже вроде бы все в порядке так что в этом плане здесь все хорошо единственное ю тубе вчера смотрел у андрюхи северного как закреплен блок и почему-то у меня вот он упирается крепление крышки у него же наоборот все это так чисто и путненько прям прикреплены не знаю даже почему ну ладненько с этим мы разберемся сейчас у меня друг довозит прокладку гбц от передней крышки и что-то еще там по мелочи и нам просто надо очень быстро вскрывать мотор так как мы не знаем что у нас на м50 б20 натворилась так как я на пяти цилиндрах езжу уже на неделю то есть не пришлось бы нам еще конкретно капиталить голову вот но я в любом случае придется обслужить поменять маслосъемные притереть опрессовать это в любом случае просто нам нужно ее снять потому что на нее еще будет тратиться время а мы будем продолжать короче бля взяли мы димексиду опять упаковок закинули кольца сейчас закинется поршня что там делаешь я уж понял пиздец короче будем откисать начали процесс замочки маслосъемных они сейчас у нас вот в таком состоянии все забитые полностью бля ебать руки гореть начинают от него все пружины блять ладно нахуй погружаем заливай по цене блять по цене чё красные 45 синие 50 он говорит вам сколько я говорю а у вас сколько есть 13 штук я так сижу думаю сколько объем он говорит 100 грамм я говорю ну то есть 5 бутылок это пол литра он говорит да я говорю давай сейчас проверим оставим потом еще поршня закинем как раз два поршня уместится сюда и сюда хотя объем ты гляди ты уже сколько вылил сколько вылил ну в принципе ну как раз погрузить полностью их еще поболтать чтобы можно было все отлично бураль давай доставай лучше у нас вот такая вот поеботина пол литра димексида ну сфокусируйся же ты зараза ну сфокусируйся же ты я пужинку не могу поймать короче от мыла средство работает все отлично с вынимаем всю кожу сбираем короче скинули мы голову блять состояние конечно поршневое вообще такое зеркально изумительное даже где-то присутствует хон поршня прям вообще нульцевый аж видно даже нумерацию блять ёбаный поезд короче раскидал я мотор и у нас на пятом цилиндре видно подгорела небольшая юбка и она даже не очищается видно вмятину пятый горшок болтанка уже конечно вообще такая веселая и нихуя не прогорела короче прокладка прокладка целая а просто проебала блять клапан впускного коллектора на пятом цилиндре так что голову сейчас очищаем и собираем все на 2.5 пиздеец у меня радость полной штаны блять ебать голова то целая нахуй да и блок то целый блять клапан сейчас поменяй нахуй и все тут все свежее ну блять голову сейчас переберу я сразу масло съемное поменяю чтоб мозга не ебать сразу же пока она здесь все снята и выхлоп надо подварить где-то на этом гуське о ебашило гляди вот это место тоже выварить блять здесь нигде не секло все работало еба все не то что работало по свечам все ебашило просто блять вообще глянь какое все чистенькое никакого нигде нагара блять никакого нагара когда ты снимаешь обычно блять там блять сажа нахуй говна блять всякого ты гляди все выдувал весь нагар в трубу здесь тоже я смотрел здесь вот масло непонятно откуда фишка в том что впуск вообще весь сухой вообще не ну поршня вообще они такие гладкие блять прям вообще идеал идеал блять все прям как надо ну да поршень только один а вот ее отсюда видно кстати если вот так наклонить то видно вот она кстати может быть ее сейчас можно будет чуть чуть крутануть блять соферной головы на старах дерни цепь вот это на себя ох блять все чистенькие блять ну хон кстати дай-ка я фонарик включу а где фонарик блять включить видюшки уже нигде походу ну ладно смысл двигаем самый верх вот он ну да вот она чем бы вытек блять у меня перчатки тоже все в говне вот он ебашил его детонации блять походу что блять плавить нечего ну бля я ожог потому что охуенно прям охуенно на деньгашок и то он не прогорел он сука держался до последнего пока клапан не вышибал что пошли смотреть клапана а мы пока завершаем аккумулятор и с ней в порядке осталось только нам подварить будет вот это место и правда когда варили по месту у турбины сразу же заменю венец для будущего января и тут у нас датчик сименс и у них на шестернях обратная часть под датчик здесь увижу вот она вот это вот bosch а у сименса венец более круглый как бы вам сейчас найти для образца показать чем смысл то есть у сименса идет полумесяц большой то есть у него датчик работает по другому типу чем у bosch ну и в последующем для января удобнее то есть этот датчик на bosch bd январь будет самое то и венец чтобы считывал показания распредвалов пошла в качестве здесь уже даже не могу его найти начнут остался в машине так как это еще с двух голов у меня железки остались на всякий случай так что как-то так ставим голову он у нас прокладочка виктор рэнс кстати по ней надо будет тоже посмотреть вот эти промежутки они под герметик или это уже есть герметик то есть почитать у нее что как чего и будем сегодня уже собирать хватит стоять со второго числа у нас прошла уже неделя сегодня у нас 9 он она моя красавица скучает просто бомба а соскучился вообще ужасно все ладненько а турбин от нее валяется и так по мелочи по мелочи здесь нет случайно нет это все что было от головы плюс натяжители и болты все по работе так же как будет то есть если будет работа то плюс-минус буду подбегать делать потихоньку дальше надо будет редуктор отправить обратно это 373 на нее под сложную балку колесики нам еще привезли делать неплохо так это кстати уже сделаны по моему с комбайна дыра была с голову золотали вот она кстати вот это место это и была дыра все отлично вообще теперь ладно не прошли продолжая сборку остался но тут совсем чуть-чуть голову я протянул 9 килограмм в принципе все выдержал все зашибись хотел уделить внимание именно вот этим венцам это у нас сименс вот это у нас бош разница под датчики коленчатого вала распредвала то есть мы сейчас ставим уже под бош потому что в дальнейшем будем переделать под январь все так вот она ставится здесь специально у него выемка есть под нее заодно заменил постель с валом благо у меня что здесь шестерен целая куча что здесь валов выбираем на любой вкус и цвет вот моя предыдущая постель мне не понравилось вот этот нагар масло мне интересно будет кто что по нему скажет но мне не понравилось масло горит и причем ладно бы по всей плоскости видно что здесь с одной стороны натерла другой стороны нет также здесь я поставил вот такие у меня есть постели еще один комплект дополнительный поставил их будем запускаться на них так продолжаем сборку ну что блять готовы время 5 утра я приехал на работу раньше чтобы собрать автомобиль я забыл выключить магнитолу но все же у пробуем блять давай все прокачал масло без свечей прогнал лампочки все втухну все вроде бы заебись а вазе а 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 Продолжение следует...